Увидим, как оно будет. Пока, в принципе, и команда Виталити, и команда комплексти показывали нам очень классные матчапы со своим участием. Возможно, возможно, и это станет один из таковых. Карта Нюк играется и начинается уже прямо сейчас все те же Best of One. Вы уже одну группу отсмотрели, думаю, в курсе. Первые раунды все играются до одной победы, и дальше все матчи будут играться до двух. Попытка врыва под Аплэн сразу начинается с потери Раша. Дальше, правда, все поприятнее. Так и не смогли как-то адекватно ответить на старте. Но потом Месут подключается и находит два хедшота. Так, Blame F 6 хп чуть ли не дожали до конца. В итоге есть JKS, который вырубает двоих. Это уже один Апекс против Blame F и JKS. Опускаю Blame F 6 хп, но бомба ставится. И Апекс оказывается, скажем прямо в неудобном положении с разворота. На 90 градусов убивает первого. Ну и понимает, что Джекс будет ставить до конца. Хедшот от игрока атаки. И все-таки пистолетка уходит в актив команды Complexity. Ну что, пистолетку колы забирают. Дебют новичка команды Vitality. Господина Киоуджин, правильно? Или как? Наверное, да. Скорее всего, так и есть. Собственно, здесь и сейчас у нас будет играться в рамках Best of One Dreamhack Masters. Ну и мы, конечно, в предвкушении. Интересно посмотреть, как он себя покажет в рамках этого противостояния вообще всего турнира. И посмотрите на конца нашего партнера GGBet. Вот это шок. Это не в молодого так не верят? 2.74 на Vitality, 1.44 на Complexity. При том, что пока был сыгран только пистолетный раунд. Да, я бы, наверное, возможно, даже не согласился бы где-то с этими коэффициентами. Потому что лично для меня этот матч 55 на 45 в пользу Complexity. По-моему, мы как-то так чуть ли не на каждом матче говорим. Ну, да. Почему бы и не? Такие вот дела. Ну, вот Best of One действительно много вопросов вызывают. Карты нейтральные обычно здесь играются. То есть, вот, как в случае в FPFace. Дело до какой-то коронной карты ни тех, ни других дела не дошло. Парни просто играли худшую по винрейту свою карту. И стоя с другой стороны. Здесь шокс. Здесь шокс на наших экранах сразу с хэдшота начинает этот раунд. Правда, погибает Апекс. На рампах понимают, что есть GKS. Но за контроль эти австралийцы оказывается задача не из простых. GKS все-таки погибает, да. Но дамага он солидно внес. И ситуацию из-под контроля нормально так выбил. Так, ну, так или иначе, 3 в 3. Есть флешка и смоук у Vitality. Флеш полетела, врыв. Но это выбивание 3 вилка. И к такому, скорее всего, Complexity будут готовы. Хотя, опять-таки, позиция конфига вроде как намекает на то, что нет. Конфиг, кстати говоря, убивает Киоджина. Минус от Пойзона. И Зайву так же падает. 2-0. Неплохая была попытка, конечно, от Vitality и Шокса конкретно с его антрифрагом. Но дальше, чем 2 фрага. Все это дело не пошло для французов. Двигаемся дальше. У ребят экономически. А затем уже будет полноценная борьба с девайсами. Возможно, даже авик появится у кого-то из бойцов. Может быть. Может быть, действительно, сразу с Савика все начнется. Вообще, на тему Киоджина то... Видел парочку его нарезок хайлайтов с его стримов, где он там катал фейсит. И я тебе скажу, там... Пару интересных эпизодов, мягко говоря, любопытненьких. Было очень жестких. Его, на самом деле, долгое время подозревали в читах. И там было долгое расследование, разбирательство, из-за которого он не мог участвовать на турнирах. И вот буквально только в прошлом месяце официально с него сняли все претензии. И тем самым дали ему зеленый свет на участие в турнирах. Такие вот дела. И практически сразу после этого, чуть ли не меньше недели прошло, как его подписали Vitality. Ну и любопытная подсадка, конечно. Конечно, Vitality решили покреативить. Жаль только, что всего этого игроки комплекста не увидят. Да, они смогут оценить это искусство. Но изначально шансы были небольшие на то, что комплексти пойдут прямо на улицу и встретят эту подсадку. Сейчас же ребята из Vitality понимают, что бомба установлена. Скорее всего, на Б-планте. И нужно что-то делать. На экзит фраге сыграть каким-то образом. Мы можем выбить Калаш или Галил. Ну, далеко не факт, что комплексти и сами пойдут на риск. Понимаю, что выбивать пистолеты смысла нет. Фармганов нет ни у кого. Ну, вот довольно-таки кучная концовочка. У нас вырисовывается просто ожидание. Когда же это закончится? И мы посмотрим за Vitality уже с эмочками. За Иву, скорее всего, приобретет АВИК. Ну, вот-вот, рванет уже. И да, видим, что денег хватает на АВП и у Заеву, и у Месуты. Возможно, даже увидим дуэт. Вот такой лайтовый раунд, где в комплекте угадали, куда им не нужно соваться, и туда же они не пошли. Выжили все 10 игроков, и, собственно, Закуб за его действительно покупает себе снайперскую винтовку сразу же. Сделает ли так же Месута, пока остается вопросом. До сих пор ничего не купил, но вот он Кольт с гранатами. Судя по всему, до последнего принимали решение. Стоит ли вообще на того играть что-нибудь от двух АВП? Ну, все-таки для Нюка не самое стандартное решение. Одного АВИКа тоже должно хватить. Быстро прокидывается улица, но здесь такой зазор. Зазорище. Позорище от зазора какой-то. Апекс, два фрага, одному пока скидал. Пытается сменить позицию и ливнуть, но конфиг ему не позволяет этого сделать. Все равно Дэн Мадескоер сделал здесь, наверное, максимум, который был от него необходим. Сильно побил по рукам команду комплексти за их плохую раскидку. Да уж, ну вот теперь комплексти в непростой ситуации. Три в четыре с красным конфигом и битым блэймом. Должны выкручиваться. Пока что видим только конфига, который ожидает поджима. Но этого поджима не будет. По крайней мере, настолько глубокого. Джекс. Хорит на пристелку с Кьоджином. Вот он и минус. Вот молодого французского игрока. Ну и два в четыре. Судя по всему, Виталити, первый оружейный. Как раз-таки и заберут. Потому что шансов у блэйма и конфига. Ну, конечно, у них есть гранаты и девайсы хорошие. Но количество здоровья оставляет желать лучшего. И Кьоджин на будке, который, ну, одного точно должен оформлять. Просто встает. Замечает конфига. Не понимает до конца, где находится блэйм. Ну, у кого остается одно хп. Пули не берут блэйм и фа так легко. Даски капитан ставит бомбу. И, кстати, после этого еще продолжит отыгрывать этот раунд. Кто знает, это все-таки блэйм и фа с ним. И одного хп может быть более чем достаточно. Играет очень коварно. Он пытается успеть обмансить, пока Виталити воюет с тенью. И успеть отыграть раунд от девятки. Киты, конечно, у защиты есть. Но блэйм и фа реально зря времени не теряют. Играет очень быстро перемещается. Зайву, по-моему, поглядывают уже в этом направлении. Да-да, вот тут уже, конечно, извините, неспроста. Лучший игрок планеты как бы по ту сторону баррикад находится. Очень-очень так выдержанно дождался. Ну, не так много позиций, наверное, оставалось. Все-таки три оппонента. Это, опять же, спровоцировало Зайву. Подумаешь, что здесь-то тоже может быть в спине. Вот он и прочекал. Да, но с самого начала все начиналось с далеко не лучшим образом для комплексти. Вот эти вот дымы. С помощью которых Апекс нашел 2-3 фрага. И первый для Виталити. Благо, деньги у комплексти не заканчиваются. Бомбы не ставили регулярно. Так, ну и Зайву. С АВП проверяют улицу. Никто туда пока что не леет, хотя там есть Блеймейв неподалеку. Шок сконтролирует рампу. Ну и пока что комплексти вот дальше, чем им позволено, не лезут. Да, рано или поздно придется, конечно же. Так, ну выход без флешки. А, это был не выход. Все, дымы прилетают. Зайву отрезан. Не понимают, куда ему смотреть. Проверяют скалу. Там никого нет. Проход по улице от комплексти на этот раз качественный. Прочекали. Вроде как пока никого вблизи не заметили. И колы, да. Ну там, возможно, как-то еще защита помогла с гранатами. Не знаю. Ладно, суть в том, что им позволили пройти до ангара. И только сейчас первый контакт. Это Зайву. Вырубают конфига. Моментальный минус. И вот опять же, вот колы, да. Прошли улицу окей. Но как-то дальше они остановились. Халдятся на этом аутсайде. А тут, кстати, так у Месута интересно было. Он заметил тень одного. Решил шире открыться как-то. И там вот как раз напал на соперников позиции. Да, вот и 4 в 4. Но время теперь играет на Виталити. 30 секунд. Уже даже меньше. Минус поизон. Шокс выигрывает свою перестрелку. Вот часики-то тикают. А комплексы еще не в планте. А там уже и Апекс готов не выпускать. Ой, как все плохо. Сейчас может закончиться. Так, не разобрались. Так, это уже намек на то, что с ретейком могут возникнуть проблемы. Блейм. Он же дверь эту может и открыть с такими темпами. Не рискует все-таки. Решил без излишней активности. Правда, посмотрите, как у ХП. У Апекса начинает таять активно. 4 в 3 попытка убивания. С акцентом на аквариум, который смотрится под прикрестный огонь. Атака и ДжКС вместе с Блейм Эфом. ДжКС уже погиб. А вот Блейм еще на своей позиции живет. А тут и раш тоже есть. Опасно выглядит. Но Апекс перестреливает. При фаером буквально валивается еще и зайву. И это был последний игрок атаки в живых. Виталити дефузит бомбу. И забирают второй раунд для себя. Хотя изначально выглядело довольно-таки неплохо. И позиции в комплексе были хорошие. Но опять-таки входил красный Апекс. Буквально там 13 хп у него было на перестрелку с Блеймом. И Блейм эту перестрелку ему проиграл. Вот, наверное, во многом из-за этого раунд и посыпался. Ну, 2-3. Это, наверное, этого мы и ожидали от матча Виталити комплексити. Прямо сейчас европейский состав берет паузу. И обсуждает свои дальнейшие действия. Денег там 3-600. 3-600 также было и у конфига. Но в целом закуп должен быть хоть какой-нибудь. Ну и видим. Два Галила пока что и Калаш. Но и Раш и ДжКС могут себе позволить тоже купить АК-47. И спокойно продолжить играть с хорошими девайсами на руках. Так оно и происходит, естественно. Но давайте понаблюдаем за идеями комплексти после таймаута. Что парни придумают. Так, ну, старт с небольшим акцентом от поезда. Тут поражал немного подлево-лево. Будет, возможно, стреляться против рампов. Но пока так. Чисто на чек скорее сыграл, чем что-то более радикально серьезное. Ну да, пока без потерь. Не то, что по численности игроков. Даже по ХП никто еще не просел. Хотя пули летят. И некоторые участки карты превращаются буквально в решето. Но не торопятся комплексти после своей паузы. Раскидывают улицу. Флэшки, конечно же, без них никуда. Но опять-таки дым. И Шокс мог, на самом деле, сейчас кого-то найти. Неплохо навалял Рашу. Минус 52 хп просто через дым. Ну и вот он, тот самый Раш, готов открывать статистику. Вот он и хэдшот по Миссути. Врыв на Аплент. А здесь пусто. Хотя нет, там наверху буквально стоит Миссути. Если не ошибаюсь. Нет, это был Кьоджин. Но это его Ницца абсолютно не спасает. Отлетает еще и Шокс на равном месте. Все, за его и Апекса. Нужно думать, как подсейвить в этом раунде. Активно коммуницирует Виталити друг с другом. Не стоит забывать о том, что для них это первая официалка в таком ростере. Без РПК, собственно. Помним, что закончилось все для Виталити на таком минорном аккорде. Откровенно. Парни проиграли против 9Z. И вот у кого-кого, у РПК это как раз нормально все было. Остальные что-то решили подзакинуть. Ну, тяжелые времена для Виталити. Опять же, я из разряда тех, кто до сих пор не понимает мува с тем, что не веру убрали. Да, я, если честно, тоже. Вся эта история, которая там происходила, да. Но парни двигаются дальше. Вот пытаются теперь уже замену РПК искать. Что, конечно, очень непростая задача. И первая пауза от Виталити. Опять же, ну, вряд ли что-то сильно изменилось. Там вроде как Апекс продолжает координировать. Парни будут думать о новых решениях. Вообще тоже не стоит забывать, что у французов достаточно весомое соло-тренера играет свою роль. Если верить тому, что мы, опять же, знаем из интервью, из того, что сами игроки рассказывают. Что, опять же, тренер за собой единолично может принять решение, что игроку нужно отдохнуть. Словно, недельку. Ну, или вообще покинуть состав и так далее. Мне интересно, где на самом деле продолжит играть Невера. Потому что у него неплохое портфолио. Он играл за Виталити на тир-один уровне. Регулярно отыгрывал в плюс кд и выделялся. Есть одна игра. У брата его там все неплохо получается вроде как. Ну, ты, конечно, уже поставил крест на карьере в Counter-Strike. Да. Да. Ну, посмотрим. Может быть, Кьёджин действительно окажется гораздо лучше и замена себя полностью оправдает. Ну, топ от игры на просцене. То, чего ему не хватает однозначно. И сейчас придется этого всего набирать срочно. Ну, опять же, там... Если кто-то следил, там, с момента анонса я на его социалке подписался, прошерстил немного. Там у него совместные стримы с Кене сам были. Ну, там, достаточно активно он коммуницирует с проигроками. Опять же, там, за месяц где-то до подписания Виталити на него резко стак Астралис поподписывался. Ну, там, ну, короче, жизнь пошла в гору. Осталось игрой своей на официалках доказать, что действительно он достойный этого внимания. И тогда будем смотреть. Ну, пока здесь перекрестный огонь. Неплохие позиции вроде как у защиты. Можно справляться. Сапекс находит череду фрагов на паре со своим тиммейтом. Но этого все равно может не хватить. Блэйм Эфта потрудился на благо коллектива. Даблки от него. ДжКСом при ситуации 2 в 2 остались. Но нужно забирать бомбу. И эта задача пока не самая комфортная. Так, ну, 2 в 2. ДжКС спускается. Месута вроде как держит эту позицию под контролем. За его последний. 27 секунд до конца раунда. Ну, и парень просто поднимается на девятку. И, возможно, не ошибается. Убивает Блэйм. У того была бомба. Попытка фликшота по ДжКС. Но ДжКС не попадает под пулей. Еще и сносит 80 хп французскому снайперу. Время идет. Бомба подбирается. А ДжКС просто слынивает на точку B. За его ты это понимаешь. За его успеет еще выйти на кодок. За его! Делает этот минус. И берет раунд для команды Виталити. Это за его, дамы и господа. Кто-то сомневался. Да, зачем оно вам? Слишком жесткий он. Оп! Супербыстрый хайлайт. Или это я столько кофеечку выпил, что он мне так быстро пронесся перед глазами. Ну, жестко, жестко, конечно. За его закончил раунд. О, вот он Апекс-то! Не хватало мне в жизни этого человека. Давненько я не видел матча с его участием. И прям теперь уже повод порадоваться есть. Да, что и очередной тайм-аут, кстати говоря, от Виталити. Что интересно, подряд, если не ошибаюсь. Ну, а пока у них тайм-аут. Можно обсудить коэффициенты от GGB. 1.97 на победу Виталити и 1.79 на победу Комплексити. Что-то такое, наверное, мы и ожидали. Чисто свои субъективные какие-то предикты. Если обсуждали, то... 55 на 45 в пользу Комплексити. Что-то около того. Ну, а пока что Виталити начинает набирать. Апекс максимально заряжен. Ну, плюс Зайву делает хайлайты. Да, без этого. Денежки потихоньку заканчиваются в Комплексити. Нужно этот раунд брать. Ну, или, по крайней мере, бомбу устанавливать. Ну, а тут контакт неизбежен. Зайву минус по поезону. Блейм проходит улицу без дымов. Апекс это слышит, дает информацию. Ну, и спичат, конечно же, конфига. Конфиг был наказан. Около бесплатный минус для Апекса был. Только что, естественно, не имел права его не давать капитану команды Виталити. Блэмэф, Раш и ДжКС. Троем, при этом каждый на своей позиции. У каждого своя война. И первая уже была проиграна. Блэмэф наткнулся на Зайву. Отъехал того и все те же пять сотен хп. У команды Виталити мы можем наблюдать. Вот это что за прострел сейчас был? Где-то ДжКС немного по хп просил. До этого Раш тоже немного по здоровью. Минусанулся. Опа. Нормально. Вот вам и пять сотен хп. Вот и шок. Снизу в вентилях. Слушай, ну он с такими темпами мог пытаться и подрезать парней. Решил действовать более по-джентльменски. Главное, что команда выиграла раунд. Да и ничего не потеряли Виталити. Кроме, ну, до раскидки, понятное дело. Ну, по девайсам, по арморам все на месте. Да, это, конечно же, большой плюс. Ну, а в комплекте стеглаки есть диглублейма и армор. Но расчет только на то, чтобы с помощью этого набора как-то проникнуть на плен. Ну, вот как бы колы-да могут здесь наткнуться на серьезную угрозу в лице Виталити. То есть мы уже увидели зайву во всей красе у Апекса. Вроде как все хорошо сегодня. Апекс. Ну, нельзя его назвать самым стабильным игроком, наверное, в росте Виталити. Ну, а первые эпизоды с его участием выглядели хорошо. А это уже, ну, две ключевые позиции, которые Виталити с собой отжимают этими игроками. Так, за его. Чтобы вспоминать, что проходит. Дает инку за его, что могут пропушить того. Но в связке вот с тем самым Апексом и начинает работать. Ну, как по заказу. От души. Пять фрагов на двоих. Да, уже 14 хп в этом раунде Виталити потеряли. В предыдущем ноль. Итого в среднем 72 раунда потеряли. Ну, неплохо, неплохо, в принципе. Как для официалки, для опенинг матча, если это когда был elimination. Best of fun на старте. Почему бы и нет? Так, ну вот они Виталити, они входят в Кураж. С такими темпами в комплекте придется просто бояться. Сквозь страх выходить на улицу, в лобби, на рампу. А, конечно же, когда ты играешь за атаку. Ну, нежелательно такое допускать. Месута прошивает двери. Кого не находят. Поизон зато находит entry-frag по шоксу. Потихоньку начинается экшен. Там еще один игрок. О, и Апекс. Как же он рокирует жестко? Еще и второго вырубить умудрился Апекс. И вот вам АДР-140 от этого господина. Дальше, правда, свищнуть позицию мы не дали. Еще и Месута отвалился. Но, черт возьми, Апекс прямо, правда, очень хорош. Так, касательно Джейкеса информация была. Киоджин его наказывает. Блейм. Дым летит в сторону малой двери. Устанавливается бомба и клатч. Ситуация 2 в 2. Дефолтная вообще на карте нюк. На точке B. Проблема по ХП у Киоджина, конечно же, вынуждает делать этот свитч. И, возможно, АВП для этого парня далеко не самый сигнатурный девайс. Знаешь, как любой уважающий себя игрок фейсы-то, я думаю, что с АВП там проблем быть не должно. Справедливо подмечено. Но Конфига прочитать не удалось. А вот Зайву еще не прочитал позицию Блейма. 5-5. Временный паритет. Позиционно переиграны были Виталити в этом эпизоде. И комплексы выходят на очередную ничью для себя. 5-5. В принципе, да. Ситуация, конечно, неоднозначная по игре. Вновь-таки закуп. Да, у Виталити есть деньги. Но вот какой-то стабильности во взятии раундов нет ни у первых, ни у вторых игроков. Приходится прослебывать все это на весьма импровизационных раундах. То есть мы регулярно видели, как Повезон в направлении рампов поглядывал. Позаривался, где бы ему Шокса-то откусить от Виталити срочно. И в прошлом раунде это отлично получилось. В этом раунде инициатива по другому направлению. Вентиля пропускают одного из игроков атаки. И, собственно, это товарищ Джей КС. Апекс может быть не готов к этому морально и физически. Что, собственно, мы только что увидели. И это очередной энтри по Виталити. Да, ну минута 20 на таймере. Комплексти занимают улицу. Там лежит стенка смоков, судя по всему, недостаточно ровная. Но так или иначе, Комплексти в нее проходит. Шокс есть за реактором. И его позицию неплохо было бы взять под контроль. Раз уж Комплексти собрались до конца, выходить на Б. Но если не собрались, то, в принципе, неважно. 60 секунд есть еще на принятие решения. Тим Виталити остается просто ждать, потихоньку собирать информацию. Шокс дает, кстати говоря, инфу касательно того, где находится Джекс. Сам же уходит в секрет при этом. Ну тут и Блейм Эф на девятке. Под контролем Месут с другой стороны. Вот Кьорджин, минус от Блейма. Месута отвлекся на принятие мейна. 4 в 2. За его, что поставил сейчас просто с лестницы на Ускоп по Блейму. А там ХВ-шка летит, попадает по поезону. Минус 40 хп, красный раш. Джекс тоже не фуловый. Шокс, думаю, что тот еще в аквариуме. Но это неправда. Джекс уже давным-давно поднялся наверх. И отыгрывает вместе со своими тиммейтами. Будет ли выбивание? Ну, судя по тому, что за его активно двигается. Можно сказать, что да. Минус по рашу. 2 в 2. Но тут уже комплексы начинают играть просто на время. Бомба стоит под них. Волноваться нечего. Ну, возможно, и есть чего. За его. Все-таки игрок волноваться по поводу которого точно стоит. Нет, пусть его вырубает в упоре на Ускопом. Там простреливается. Понимает это и Шокс. Ему удается вырубить соперника. Но тут теперь бы еще авиак попытаться унести. Бомба не позволит этого сделать. Холлы выходят вперед. Коварно, конечно, играли вот своего снайпера. Ну, и это по итогу себя оправдало. Дуэль, который проиграл за его, решала судьбу всего раунда, по сути. Да, ну, как-то так получается очень близкий матч. И сначала комплексы взяли пистолетную серию, потом летали где-то догнали. Ну, и сейчас комплексы вновь вырываются в лидеры. Тем временем у нас техническая пауза. Судя по веб-камере, у Апекса что-то случилось. Он прям встал со стула, начал то ли собирать что-то, то ли вытирать. Я так и не понял. Да, вообще, ушел. Что, водичка разлилась? Наверное. Да, что-то похоже на то, действительно. Или, или, может быть, Апекс такой говорит, черт возьми, пацаны, я до сих пор снайдеркат не досмотрел. Мне нужно еще буквально 20 минут, извините. Побежал срочно на телеке, включил мегого. А там, как бы, понимаешь, вот ты пока листаешь до снайдерката, на тебя, бэм, с одной стороны Годзилла против Конга, бэм, с другой стороны Мортал Комбат, с третьей стороны там подкасты. И ты такой, черт возьми, а я ведь всего один. Как на все найти время? Эх, надо пытаться, друзья. Заходите на, опять же, портал нашего партнера, приложение на телефонах, на смарт-теликах, просто в браузере, как вам удобно. Огромная библиотека медиафайлов вся ждет. Лишь вас, чтобы вы ее заценили. Да, ну, как стоял вопрос, где найти время, взять посреди официалки, техническую паузу. Досмотрея, там уже буквально 5 минут осталось. Чего там. Интересно же, чем закончится. Ну, так же, как и нам интересно, чем закончится матч Виталити и Комплексити. Пока что не двигаемся вообще с мертвой точки. Надеюсь, там у Апекса ничего серьезного не произошло. Ну, парень эмоциональный, как бы очень зависим от морала. А куда нам спешить? Мы всего лишь практически на карту отстаем от основной трансляции, потому что у нас как бы рубки жесткие, а не вот эти вот лентяи, что там смотрят. Гамбит, 16-5. Вот именно. Ну, там первые матчи такие. Вот у Нави заруба была, да, окей. Достойная. Ну, а что, Астралис без девайса смотреть против экстрасоленых. Такое дело. Ну, у нас тут пока счет 6-5. Чисто пистолеты и даже арморов нет толком. Вот только у Апекса с Фамосом. Все, это есть. И Апекс попытается это конвертировать в какую-то выигрышную ситуацию для своей команды. Апекс пытается успеть. И вот там уже поглядывает Раш. Не успеет ничего по итогу он. Ну, да, конечно. Слишком решительно были настроены колы в своем этом выходе. Так, Шок смог еще убить Пойзона, но против Раша не пошло. 7-5. Комплекс Тис в атаке начинает неплохо набирать раунды. Но у Витальти появляются деньги и появляется очередная возможность взять шестой, а возможно и даже не дать своим соперникам одержать победу в первой половине. Коэффициенты на победителя в данной встрече ну, как видим, варьируются очень сильно. 2.99 на Витальти и 1.38 на комплексе. Очень сомневаются аналитики в победе французов. Ну, возможно, смысл в этом есть. Так, проход через улицу, нашив в будке. Все пока что по дефолту. Blame F уже. Одной ногой в секрете. Возможно, даже видим какой-то раунд на А с винтами. Такого, кстати, в комплекте еще не показывали. Такс, снова пытается тут Апекс создать спейс для своей команды. Теперь в районе длины секретки. Ну, он чисто набросил ХАЕшку. Честно говоря, вот потому как Апекс часто пытается все переворачивать на себе, я уже думал, что он будет как-то пушить, там, создавать еще больше агрессивного маневра, но этого не происходит. Кеоджин расправился против Пойзона. Дуэль в целом такая была простая достаточно и для него, и для Шокса, но только против первого игрока. На второго просто стрельба как-то не пошла изначально. Ладно, при любых раскладах в Италии те выиграли большинство ключевых дуэлей и оставили Раша и Бои Мэйф вдвоем. Разбираться против абсолютно не берущегося на первый взгляд раунда. Ну да. Бомба, правда, есть на руках и гранаты, но опять-таки у Раша 15 хп. И конвертировать такую ситуацию в успех будет очень легко. Ну, так или иначе, выход на 9. Эта позиция вроде как не под контролем Тим Виталити. Ну, а этим смоком ребята из атаки дают всю информацию касательно своих перемещений. Раш падает первым. И никто никого не убивает, кроме Кеоджина. 6-7. И деньги у комплексити отменяются. Возможно, идея отменяться. Может, парнем пора, как бы, тайм-аут прожать. Но вроде пока нет. Вот, небольшой повторчик. Ну, Кеоджин, это рабочие эпизоды, если честно. Да, он его прицел немного не своевременно. Но тут все равно стрельба его не подвела. Намного важнее следующий раз. Смотреть, как они справятся или нет. Ну, причем, после этого. 15-й уже по счету. Тут, так как ни крути, на 7-7 придется выходить. Ну, возможно, кстати, с экономическим будет переворот и в этой игре. Раз уж не такое видели на предыдущих двух матчах. Ну, пока даже не ясно, куда комплексити собирается ставить бомбу. Просто ждут агрессии, ждут, возможно, какой-то халявы. Но ею тут пока что даже и не пахнет. Разве что Апекс играет агрессивно по направлению улицы, но комплексити конкретно эта зона не волнует. Так, дым от Зайву. Поэтому, если атака собирается выходить, винты только через дым. А там хоп. Куськом выходим. Падает разжий ГС. Хедшот по Кьоджину, хедшот по Месуте. Только Зайву смог его успокоить. Ситуация 3 в 3. Бомбу нужно ставить, но поиск он бомбкерри, у которого 23 хп. И Зайву с его хаешкой, да, выглядит очень опасно. Еще и Апекс поджимает. Но бомбу удалось поставить. На поиск на вся надежда. По сути, у него есть эмка, но мало здоровья. Или конфиг. Хп чуть больше половины, что тоже не супер много. Но зато Desert Eagle. И хорошая позиция. Не торопится, кстати, Виталий с этим ретейком. Дает время и комплекте опомниться, ну и самим себе сместиться позиционно. Пойзон увидел только что по крайней мере одного, но сразу же отъехал. За его минус конфиг. И, конечно, да, тут счет 7-7. Ситуация была слишком тяжелая, наверное, чтобы ее перевернуть. Хотя попытка была. И попытка была, и возможность была. Но вот как-то тот там не по таймингу отвернулся, потому конфига не пошла, стрельба. Но бомбу поставили, на это и был расчет. Сейчас же посмотрим борьбу за восьмой. Кто же все-таки заберет первую половину? Пока вот настолько неоднозначно идут команды, как перетягивание каната, то тут вот другую сторону. Понемного отгрызаются себе раунды, но общей тенденции здесь выделить не удается банально. Ладно. Одна из команд все равно должна выйти вперед по счету. Хотя, похоже, что опять же нас с вами ждет где-то максимально напряженная встреча, и по счету она будет близкая к 30 раундам. Потеряли уже конфигу. Апекс открыл раунд. Выход на первых таймингах на точку Б. Поизон все-таки Джей КС. Два отшопса. Мельсут обрывается минус по Джей КСу. Ситуация 3 в 3. Бомбу нужно ставить, пока не стало слишком поздно. Кьоджин будет работать через малые двери. Апекс ставит что-то по Блейму. Он потихоньку вырисовывается в восьмой скорее в пользу Виталити, чем Комплексити, но парочка поизон и Раш могут еще что-то перевернуть. Ну, бомба у них под контролем есть и возможно от этого удастся зацепиться, хотя количество гранат защиты как бы намекает, что могут быть неприятности. Раш берет университет, свои руки забирает за его. Поизон один в два оказывается против Апекса и Кьоджина. Поизон пока не заметил одного, теперь уже увидел молодого и перспективного и сделать с ним ничего ему не удалось. 8-7 по итогу и в принципе хоть и с минимальной дистанцией, но Виталити вышли вперед по итогу первой половины. Да уж, чего-то такого наверное ожидали от этого матча. Плотная заруба, хайлайты на хайлайтах, ну, а мы отправляемся на небольшой перерыв, буквально полторы минутки и возвращаемся к второй половине. предстоящий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока просто можно назвать дебютом Он не является ни хорошим, ни плохим, наверное, по большей степени Нормально себя показывает Но, опять же, проверим его на дистанцию, на характер Ведь счет первой половины очень близкий И похоже, что здесь будет проверка не только навыков игроков, но и их нервной системы Да уж, тем более в матче против такого соперника, как Complexity Не просто будет Кьёджину стартовать, да и пока что 8 на 10 счет, в принципе, средненький Но посмотрим, как будет дальше Заеву, как всегда, 16 на 6 летит в направлении б-планта вместе со всей своей командой За исключением того же Заеву, наверное, что я по радарам сориентировался Но тут конфиг, шот по миссути Апекс тоже должен отъезжать последним патроном, если не ошибаюсь, конфиг с ним Справился Шокс Ну, Шоксом совладать не судьба Вот и Кьёджин не прочитал позицию Раша И Шокс 1 в 4 Только хотел навести кипишу на тему момента истины для новичка Виталити Но первую позицию он уже не проверил И какой-то момент всей карьеры По крайней мере, на второй своей пистолетке официальной Мы от него не увидим Может быть, попозже Кто его знает Шокс Но тут первая же позиция уже неприятная для вскрытия Чисто вот с точки зрения наводки прицела И об нее же Шокс и упирается 8-8 И вот эта вот история с минимальным перехлестом по раундам Судя по всему, будет продолжаться Так, ну посмотрим вообще, как Виталит себя буду чувствовать в атаке Вроде как принято считать, что на нюхе эта сторона послабее, чем защита Хотя сколько раз никто с этим не соглашался Но так или иначе Бывает, бывает такое, что одна сторона у какой-то команды подготовлена лучше, чем другая Ну и тут уже начало неприятное Опять Глоков Виталите даю Девятый раунд Комплексти осталось немного Просто его забрать Посмотрим, как они с этим справятся Ну, желательно, конечно же, без потерь это все сделать Ну, опять-таки, как карта ляжет Тут можно просто на кого-то выйти Сейчас условно на Джекса задавить Но пока без чего-то такого экстраординарного Так, Блейм Уже за красным Ждет какого-то выхода на улицу Там, в принципе, в теории можно было половить игрока на скале, пока он там находился Но вот сейчас назревает контакт с Апексом Который Вроде как шел на улицу Сейчас же В раздумьях Время-то идет Виталити стоят Им нужно-то немного Просто поставить бомбу Но иногда это Вызывает очень много трудностей Конфиг Саму бомбу убивает Справился с двумя Но Месуто Казался сильнее Поймал просто на перезарядке Ну и Козин пришел И всех добил 9-8 Разорвали команду Виталити в этом раунде Нельзя сказать, что парни сильно на что-то рассчитывали Наверное Но да Приходится, конечно Иногда После слитой пистолетки Такие раунды по себе терпеть Теперь уже девайсы Теперь разговор может быть абсолютно другим Без Авика, конечно Но для Виталити, опять же Мы видели неоднократно, что за его свитчился на рефлу И для него это является обыденным действием Тут пока будет видно Опять же, нам и рисунок раунда не до конца известен Просто контроль карты В ожидании поджима В первую очередь от колов Вот чем занимается Виталити А сами, кроме как заняв позиции под рампами Под лобби Под улицей Дальше никуда Виталити не двигается Но рано или поздно придется В комплекте расстановка в принципе дефолтна Разве что в Сикрете никто не играет Но Виталити это не интересует Они оформляют раскидку Улицы как раз таки Ну и вот тут отсутствие как раз таки опорников Сикрете Может сыграть на руку Посмотрим Блейм Хаешечка Залетает неплохо по Апексу В итоге по Апексу еще первая пуля в дым прилетает Беднягу отправляют в следующий раунд Пока что не ясно с чем его проведут Виталити С калашами либо же с пистолетами GKS готов встречать выход от Кьоджина Слишком оптимистично Кьоджин врывается в дым В итоге GKS еще и выбивает бомбу Его команда в большинстве Но GKS нужно жить Он берет Юсп, идет на контакт с Мисутой Тот его перестреливает Но есть информация кстати на того где был Блейм Ф Конфиг 1 на 1 против Шокса Бомба лежит Конфиг будет выходить с левой стороны И все таки 10-8 Виталити следующий раунд проведут Закупившись до 2000 Хотя до конца не было ясно Кто же все таки выйдет победителем Вот так вот набираются обороты Постепенно команды комплексти Небольшой хайлайт от GKS И в принципе вот Колы-то продолжают как-то набирать оборот Парни которых много обсуждают Наверное да Опять же одна из команд Из не самых очевидных Которые были собраны Еще в позапрошлом году получается В его конце Второй половине по крайней мере Ну и даже Несмотря на небольшие замены В своем росте Все равно показывают себя Достаточно круто Нельзя сказать прямо Что прочный топ 1 из них получился Но команда матча которой Интересно смотреть Это расклад Который в принципе не меняется Так ну тут уже задел какой-то На экономический был Изначально в Виталите Ну Пойзон Вместе с Блеймом Совсем разобрались Шокс только против троих остается Дверью шумит Дает по себе информацию Раш это слышал Дает информацию Пойзон И тут Шоксу Просто выйти На самом деле было бы большим Счастьем Ну как бы счастье не случается Конкретно в этом раунде 11-8 Дистанция постепенно нарастает И Виталите нужно Срочно включаться в игру Чтобы в какой-то момент Не стало просто слишком поздно Ну пока этот момент Еще и близко не настает Наверное Мы за сегодня уже посмотрели Одну жесткую попытку Комбэка Одну неплохую попытку Комбэка Которая не состоялась Но тем не менее Была близко И здесь Ну вот сейчас разница В три раунда Даже при проигрыше И если там как-то Катастрофа будет Несмотря на лос-бонус Ну еще одного Все еще терпимо Главное чтобы были раунды Виталите очевидно Много усилий Прикладывали на последних тренировках В обновленном ростере И Плоды этих Подготовительных процессов Мы вот должны где-то здесь На нюке по идее Увидеть Так Конфиг чуть было не нашил В дым одного из игроков атаки Те же Обернулись В испуге Но пока без происшествий ДжК и Асу Через дым попытались настрелять В итоге тоже промазали Ну и потихоньку Летят дымы Конечно же В направлении улицы Виталите Разыгрывают Максимально дефолтный И наиболее Наверное эффективный Раунд на карте нюк А Конфиг А Конфиг Сейчас может очень неплохо Насолить Но если бы он не открывался Под этот угол Конечно шансы бы были Неплохие Но Зайва не прощает Падает также и блэйм И ситуация 3 в 5 Виталите прямо сейчас Готовы выходить на раунд Под номером 9 Все Отмена паники Борьба продолжается Близкий счет Мы здесь будем видеть До последнего Судя по всему И соответственно Виталите Ну даже одним взятым Этим раундом Уже могут Выбить из-под колеи Как-то экономику Комплексти И претендовать На солидную серию Ну да Тут по экономике Действительно Большая проблема ЖКСу И Пойзону Надо бы засейвить Ну 9-11 В принципе Было бы странно Наверное Если бы Виталит Не взяли ни одного раунда В атаке Я бы в такое Наверное Даже не поверил Ну а тут Они еще и довольно таки Быстро собираются Поэтому все должно быть Просто супер Даже комбетч Не придется Просто так слегка Пошатнуться В сторону Своих соперников Ну и вот они Соперники Как бы Пойзон ЖКС Могли засейвить А вот что делать Блейму, Рашу И конфигу Ну наверное Форсить ЖКС может В теории Дать какой-то ФАМОС Что-то В подобном духе Или вообще Ничего не покупать Вот как-то Комплексти Решили Ни себе Ни людям Ну посмотрим Там просто Лос-бонус 1900 Ну и нормального Бая в следующем Не будет По крайней мере Для Раш От того же Возможно Выйдут на Какой-то такой Знаешь Средний бай Не самый лучший Многие команды Недооценивают Наверное Опцию Просто взять Купить Дробовик Наверное ХМ И стать На сквике Условный Ну и это требует Не так много денег Как Полноценный Закуп То есть Об этом моя мысль В первую очередь Я просто Пытаюсь вспомнить Но мне кажется Что комплекс Не из любителей Таких вот Мулов Я могу быть Не прав Судя по всему Да Ну Poison Кстати говоря Реализовал Уже заселенное АВП Ребята из Vitality Потеряли Apex Который Какая-то говоря Самый результативный Игрок сейчас На всем сервере Shox Наказывает Russia Не лезет Уже Под прицел Poison Понимаешь Что шансов У него там будет Немного 4 в 4 50 секунд И Vitality Имея под контролем Рампу И улицу В какой-то степени Наверное Будут выходить До конца На B Здесь конфиг Это WP 250 Дымом отрезает Позицию JKS Ну и выход Вроде как Должен быть успешный Опять-таки JKS Позиция То ли была проверена Но там изначально Дым кривой Минус Заиву 4 в 3 Но пистолеты На руках Комплексти Все еще Внушают Какую-то надежду Команде Vitality На победу В этом раунде JKS Стрельба не идет Нужно просто Сматываться Боится врыва Через дверь А того не случилось Блейм И JKS Вдвоем Против троих Ну вот этот дым Должен был Лукнуться На аквариуме Но до конца Реализовать Прям весь его Потенциал Не получилось И теперь Несмотря на Подбор девайсов Позиции У защиты Далеко Не самые приятные Если подсейв Это хуже Не сделают Ни для себя Ни для команды Очевидно Хотя Господину JKS Это будет Сделать Сложнее Всех Наверное Учитывая То Как много Игроков Атаки Поблизости Находится Ну вот JKS Справляется С одним Слышит Второго Тоже Соперника Решил Подрелолдить На всякий случай Ну и даже Несмотря на то Что мы не позволили Это сделать Он просто Не подставился И Вот как бы Да Раунд Для Vitality Но два девайса Все еще Комплексти Сохранили Да И JKS Может прямо сейчас Дропнуть Авик И будет Дроп Также От Блейма Ну С горем Пополам Закупиться Можно Как-то В этой Ситуации Хотя Видно Что Комплексти Просто С дегулами На 2000 Закупаются Но тоже Наверное В какой-то степени Правильное решение Vitality Они вдалеко Не отпускают Просто Паритет 11-11 И то Который Им еще Не гарантирован Потому что Конфиг Хедшот По Миссути Жестко Залетел По первому Но второго Также Щелкнуть Не получилось Все Есть Размен Есть Позиция Пройденная В принципе Конфиг Начал Круто Но Продолжить Подобным Образом Ему Не удалось С другой стороны Есть ЖКС С Аугом Все тем же Который Сохранялся Мудряться Найти Еще Два Убийства Да Ответка Состоялась Окей Но Это Два В три И до того же БМФ Например С Вакулашем Дела тоже пока не дошло А тут и Шокс Проиграл свою дуэль Шокса вообще Сложно узнать В нынешней ситуации По итогу Колу не дожидаясь Своего девайсного Полноценного Умудряется Выиграть для себя Двенадцатый раунд Камон Ну и кучу денег В придаче Учитывая то Что там было Три игрока Просто С пистолетами Неплохо Неплохо Два ВП Как награда За победу В таком Непростом Поединке Ну а Виталити Сейчас и сам Играет чуть ли не С последними деньгами Посмотрим Конечно Как он не будет дальше В случае поражения Сейчас Там не очевидная Достаточная экономика Это мы еще Все пронаблюдаем Уже Шок Супел занять Позицию За красный Просто дым Нашивает по ангару Там никого Со стороны защиты Нет Виталити Раскидка улицы Вероятно Такое уже От них было И срабатывало Почему бы Не попробовать Это просто Снова Тем более В комплекте Два ВП Виталити Возможно Об этом не знают Но Проход На Сикрет И на Б Сыграет им на руку Ну там Два Эка игралось И еще Один из них Был выигран То есть наличие Авика здесь Выглядит вполне Резонным Даже второй Можно прочитать Ну вот Каким образом Об этом узнают Виталити Потери Через дым Так что наверняка Собственно В салат Решили покрошить Виталити Вроде бы Все праздники Где нарезаются Салаты Уже Позади Или впереди Ну тут Как смотреть Да Наверное На концепцию Временную Но Суть в том Что Оказались Мисута И Кёджин Вообще У разбитого коры Там Ни одного соперника Они толком Так и не встретили А их все Тиммейты Уже погибли Да уж Тиммейты Вот Виталити Землю Посложнее Посложнее Быстро Проходить Длину Но не то Чтобы сильно Виталити Пытаются Ну Шокс Активничает И за это Платят со своей жизнью Там очень жесткое Укрепление Было Двое вентилях Один Под лестницей Не длиннее был Но Основной вектор Мы видим Его вот здесь Сейчас Раш уже Одного заметил Понял Что в принципе Идут на него Раш Так же жестко И четвертого Вы собраете У него забирают Раш Это рейс Одно хп Вот так вот Раш выигрывает Раунд для команды Комплексити 14-10 Друзья Виталити Во второй половине Ну вот Берут раунды Потихоньку Но Комплексити Берут их чаще И Берут их Типа как Раш Что в рост Эйс На ровном месте Ну вот Повтор этого момента Уже Обзервер не поверил В то что вообще Раш Я просто и не понял А тут так Оп И из глаз Пули Мы только что Посмотрели Которая влетела В черепную коробку Апекса Царские хаешки Виталити Уже там Так все плохо О мой бог Но энтрефраг Находят именно Французы На удивление Но посмотрите 13-5 27-78 И вот Один сотый Шокс Да уж Везунчик Так еще и Раш не попадает По красному Добивает Кьёджина За его пройти Правда не может Понимаю что по нему Скорее всего попадут Поизун Минус по Апексу Шокс Находит минус По ДжКС И как бы все Здорово не начиналось Но эта ситуация 3-3 И за его Еще убивает Раша Но погиб Шокс Единственный Флоу игрок Отъехал Два А Авика У нас правда Остается В финалке Комплексити А поизун уже С П250 Ходит Скорее всего Понимает Что там Произошло На улице Вот интересно До конца Понимает Или нет Через стабуляцию Удалось Прочекать Еще каким-то Образом По кюлфиду Реально АВП Здесь выглядит Как не Лучшее решение Ну а что ты Поделаешь В принципе Почему бы и нет Если вот так Сразу по голове Летит Подразмен сыграли И нормально Мисута Один на один Против поизун Который уже Подбирает Ак себе На руки Калаш есть И у Мисуты Хэдшот спасет В этой ситуации Но хэдшот Не будет Поизун перестреливает Мисуту И забирает 15 раунд Для команды Комплексити Да уж Хотя опять-таки Даже по ходу Раунда До конца Не было ясно Кто в этой ситуации 2 в 2 Будет победителем Ввиду того Что у Комплексити Было 2 ВП И позиции Которые как бы Намекали на то Что нет информации По двум игрокам Но друзья 15-10 5 маппоинтов Конечно Мы не будем говорить Что для Виталия Эти 5 раундов подряд В атаке на нюки Это невозможная задача Но Комплексити Действительно Заслуживает победы Что ж друзья Хочу напомнить вам Также о нашем партнере С помощью которого Вы можете дать Волю азарту Приумножайте свой драйв От просмотра матча Вместе с GGBet А с кодом Мастерс Можно приумножить Свой депозит На 200% GGBet Лучший киберспортивный Букмекер Просто Чтоб вы знали Ну а кто Лучшая команда На карте нюк Выборка у нас Правда 2 команды Виталийте и комплексити Мы с вами узнаем Возможно прямо в этом раунде Позин правда Уже успел отъехать Ну и вот это Неприятный момент Для Европейской команды Апекс уже Потихоньку Потихоньку Пролезает в вентиле Возможно его даже заметили Но какая разница Если убить не смогли Вот и Блейн Берет Апекса Под собственный контроль Ну Апекс так Очень фривольно Разгуливал А вот и бомба Здравствуйте Сейчас хорошо было И сразу да Можно Месуту вдвоем Распилить В принципе Инфа что красный Буа И вот теперь Нужно бомбу забрать Хьюджин и Шокс Оказываются вдвоем Так Как эту бомбу Теперь Перехватить под контроль Вопрос для Виталити Головоломка На которую на самом деле Ответ супер очевидный Потому что никто Из защиты от нее Не играет Толком Ну за исключением Как раз таки конфига Который стал Единственной точкой Преткновения серьезной Которой хватает На нейтрализацию Того же Шокса Например Так Ну и вот Возможно Какая там синца О господи Кеоджин так жестко Переводится По скорости Прямо видно по плечам Ну нет друзья 16-10 Несмотря на то Что Виталити Этот драунд Начинали с антрефрага Все-таки Комплексити Просто сильнее Да Так оно и оказывается Матч выигрывает Команда Комплексити 16-10 Вторая половина Четко И однозначно Расставила все По своим местам Вроде бы Начинаем